Тема наша будет практическая, на ней будет и теория, и в первую очередь, конечно же, практика. Эта тема будет интересна разным слоям, скажем так, пользователей. Эта тема будет интересна как и спецслужбам, эта тема будет интересна и... Ну, мы их не будем называть людям, которые занимаются незаконными делами, я надеюсь, их сегодня в зале нет. И также эта тема будет интересна обычным пользователям, которые борются за свои права. Что сегодня, собственно говоря, мы с вами будем рассматривать? Системы уникализации и идентификации пользователей в сети. Очень сложное название, но тема на самом деле и сложная, но в то же время очень простая, если ее понять всего-навсего один раз. Ту базу, которую вы получите сегодня, вы сможете использовать дальше, в своих разработках, в своей работе, в своей личной жизни и в каких-либо других сферах вашей IT-деятельности. Тема, скажу простыми словами, как вас видят сайты. Просто, что, какую информацию они могут о вас узнать. И конкретно мы рассмотрим, как вас видят системы антифрода. Для тех, кто не знает, что это такое система антифрода, простыми словами, это системы защиты. Системы защиты, с которыми вы сталкиваетесь всегда, покупая билеты в театр, покупая билеты на самолет, или же совершая какие-либо покупки в сети интернет. Или просто, например, если вы покупаете какую-нибудь игру в том же самом Steam или в какой-либо еще компании. Каждая система, когда вы совершаете покупку, когда вы совершаете какую-либо финансовую операцию, эта система хочет вас узнать. Она хочет вас узнать не потому, что вы ей интересны как личность. Вы никому не интересны. Интересен ваш кошелек. И особенно интересно, чтобы вы не залезли в кошелек владельца того сервиса, услугами которого вы пользуетесь. К примеру, приведу пример систем, с которыми мы сегодня столкнемся. Ну, опять же, вопросы анонимности, это вопросы довольно-таки скользкие, потому что я не раз уже выслушивал нарекания в свой адрес от различного рода людей. Это были как и, ну, относительно обычные студенты, но в первую очередь это были, я бы так сказал, динозавры. Динозавры, динозаврами я называю людей, которым лет примерно, я извиняюсь, не всех, конечно, лет примерно за 40, и которые в своем развитии остались где-то в году 2000. Очень часто я выслушивал у предки, что моя тема, она является пособничеством терроризму, пособничеством какому-либо незаконному сегменту, пособничеству криминальным элементам. Но на самом деле это не так. Дело в том, что конвенции ООН гарантировано каждому из вас, каждому право на вашу анонимность. И системы, никакие сайты, никто не может собрать о вас эту информацию. Но, как вы понимаете, бороться обычному пользователю с многомиллионными, многомиллиардными корпорациями, это довольно сложно. И особенно это сложно делать, если вы в этом не разбираетесь. Поэтому мы перейдем с вами сначала к небольшой теоретической части, и потом у нас пойдет полная-полная практика. Первое, с чего я хотел бы начать, как вы могли видеть, до начала выступления на сайте Hacket было объявлено, что необходимо иметь сегодня. Вам рекомендовали иметь сегодня ноутбук с просто-напросто браузером Firefox. На самом деле, на моей лекции сейчас вы можете делать это онлайн, вместе со мной, вместе со всеми другими, либо вы можете просто запоминать и вникать. Это будет самое лучшее, что вы можете сделать. Потому что данное видео и данная презентация будут также выложены на сайте Hacket. Первое, с чего хотелось бы начать, это браузер. То, собственно говоря, то средство, с помощью которого вы будете контактировать с веб-ресурсами. Дело в том, что обычный веб-браузер, типа как Chrome, типа как Mozilla, типа Safari и так далее, они очень ограничены в своих возможностях. И эти возможности ограничены самими разработчиками. В данном случае мы с вами будем использовать два различных элемента. Первый элемент – это самый обычный браузер Mozilla, который вы можете скачать с официального сайта mozilla.org. Почему я выбрал именно этот браузер? Потому что он является наиболее гибким и наиболее тонким в настройке для работы против антифрод-систем, для работы систем, которые направлены на борьбу с мошенничеством и вашей идентификацией. По первой ссылке, которую вы видите сейчас в моей презентации, вы можете скачать небольшой самодельный патч. Внутри этого архива вы можете найти две папки. В первой папке будет патч для Mozilla до версии 55. Также там есть вторая папка, которая позволяет пропатчить Mozilla версии после 55. Что это за патч, зачем он нам вообще нужен? Дело в том, что в нашей работе мы будем использовать расширения для Mozilla. Небольшие подпрограммы, которые позволяют увеличить возможности Mozilla или использовать ее незадокументированные возможности. Вы не сможете, к сожалению, провести всех манипуляций, если вы не проведете этот патч. Там всего-навсего два конфигурационных файла, которые вам необходимо будет поместить в папку Mozilla. Файл readme также находится внутри. Для тех, кто будет сейчас делать это онлайн, вы можете провести это прямо сейчас. Вторая ссылка является неофициальной сборкой Mozilla. Неофициальной сборкой Mozilla, что я под ней подразумеваю? Это сборка моя. Это переработанный движок браузера Mozilla, который сейчас находится опять же в разработке, но уже на данном этапе он позволяет подменить все идентификаторы, кроме одного в браузере, с которыми мы с вами столкнемся сегодня. А их у нас довольно-таки большое количество. Вы можете также его скачать. Для тех, кто хочет, можете проверять его вирус с тоталами, чем угодно. Абсолютно вы, конечно же, ничего там не найдете. Даже если очень сильно будете искать, потому что там никаких закладок, ни бэкдоров, ничего нет. Следующее. Первое, с чего мы с вами начнем, тема уже избитая, тема уже, про которую многие из вас знают, это IP-адрес. То, с чего начинается знакомство сайта с вами. Откуда вы пришли? Кто вы такой вообще? Многие думают, что по IP-адресу можно узнать только лишь геолокацию, и то примерную, то есть это страна, в лучшем случае город и провайдер. Я хотел бы расширить немного возможности идентификации и рассказать вам про ключевой момент, ключевой момент под пунктом 1.10, с помощью которого системы идентификации пользователя и системы антифрода будут оценивать и присвоят вам значение, вы хороший человек, можно ли с вами работать, или же можно вас заблокировать и просто с вами не работать дальше, потому что вы мошенник. Первое, как я и говорил, пункт 1.1, это страна, регион и город. Избитая, вы можете на любом онлайн-чекере провести эту проверку, она особо как бы ни на что не влияет. Вторая запись, пункт 1.2, уже является более интересной. Дело в том, что у каждого IP-адреса есть две записи. DNS-запись, я думаю, не нужно рассказывать вам, что это такое, доменные имена, но есть также еще и обратная запись, называется запись PTR. С помощью записи PTR по IP-адресу вы можете определить, к какому домену принадлежит данный IP-адрес. К примеру, вот посмотрите сейчас, это у нас пункт 1.1, мы видим IP-адрес, мы видим локацию, мы видим город и регистратор, компанию Ripe, которая, собственно говоря, изобрела IP-адреса и которая вам его выдала. Но, если мы с вами посмотрим чуть дальше на PTR-запись, по IP-адресу мы не всегда сможем определить, и система антифрода не всегда может определить, откуда конкретно вы пришли, к какому сегменту сети принадлежит ваш IP-адрес. К примеру, на данном скрине, на экране вы можете увидеть, что есть DNS-запись, которая принадлежит Digital Ocean, серверу, который предоставляет облачный WPS. Соответственно, если система антифрода, система защиты видит вашу DNS-запись, которая принадлежит сайту Digital Ocean, она уже понимает, что вы как минимум не домашний пользователь, вы пользователь сервера. Но этот параметр не является на 100% критичным, потому что параметры оценки пользователя по IP-адресу, они работают только в совокупности. Следующий наш пункт 1.3 – это открытые порты, про которые тоже наверняка уже многие из вас знают, проведя проверку по вашему IP-адресу, можно узнать, какие у вас порты открыты, что нам это даст, что это даст антифрод-системе. Просто-напросто понимание, являетесь ли вы сервер пользователем, если у вас, например, открыт порт 22, SSH подключение, или порт 3389. Точно так же можно проверить, являетесь ли вы пользователем Steam, например, или же вы используете Minecraft, или вы играете в Battlefield. По открытым портам система тоже может провести эту проверку. Но проверка по открытым портам, она практически нигде не применяется. Дело в том, что когда вы совершаете какую-то покупку, как только у вас идет ваше первое взаимодействие с системой антифрода, она не собирается и не будет никогда делать проверку ваших портов. Объясняю это просто-напросто одной причиной, потому что это уже будет являться сетевой атакой. И никакая серьезная система никогда себе не допустит проверять ваши порты. Но уже при детальной проверке вашего IP-адреса, например, каким-либо оператором этой системы антифрода, уже есть возможность, что действительно ваши порты просканируют. Следующий наш пункт. Пассивный отпечаток операционной системы. Я видел на одной из презентаций уже здесь и Linux, и Kali Linux, и так далее. Многие из вас наверняка знакомы с таким средством, которое называется Nmap, с помощью которого можно провести проверку и узнать вашу реальную операционную систему. Чем нам это критично? Дело в том, что представьте себе, вы заявляете сайту, что ваш юзер-агент, мы к этому перейдем чуть позже, к примеру, вы пользуетесь операционной системой Windows, но по пассивному отпечатку вашего IP-адреса он виден как Linux. Как думаете, как система антифрода к вам отнесется? Она отнесется к вам с подозрением, потому что это будет одним из факторов того, что вы являетесь пользователем сервера или же используете какие-либо средства анонимизации. Но, опять же, это является фактором только лишь в совокупности со всеми остальными. Это далеко не самый критический фактор. По пассивному отпечатку операционной системы для тех, кому будет интересно это изменить, изменить можно на абсолютно любую систему. То есть, если вы используете либо прокси, либо SSH, либо VPN, вам необходимо просто изменить в настройках сервера два значения – TTL и MTU. И ваш отпечаток, пассивный отпечаток вашей операционной системы может стать любым, абсолютно любым, который вы захотите. Соответственно, таким образом, если вы хотите, например, не то чтобы обмануть, а уйти от слежки системы антифрода, создав свой, например, прокси-сервер, VPN, вы можете просто подменить эти параметры и таким образом использовать это средство анонимизации, таким образом, что вас система антифрода не увидит. Следующий параметр, который можно узнать по IP-адресу – часовой пояс. Очень простой параметр, но он входит в ряд так называемых региональных параметров, которые в системах антифрода имеют довольно-таки большой вес, но мы к ним вернемся чуть позже. По вашему IP-адресу можно, как мы говорили ранее, на пункте 1.1 узнать вашу геолокацию, примерную вашу страну, примерный ваш город и, соответственно, провести сравнение вашего внутрисистемного времени и времени, которому принадлежит ваш IP-адрес. И при расхождении этого времени у вас, опять же, будут проблемы. Дальше. Следующий пункт, пункт 1.6, он фактически не имеет большого отношения к антифрод-системам, он больше имеет, скажем так, отношение к криминалитету. По любому IP-адресу вы можете узнать, он он сейчас или нет. Такая система используется, например, и в Украине она используется очень часто для слежения за пользователем. Просто-напросто узнать, когда человек находится дома. По любому IP-адресу, тест вы видите внизу слайда, вы можете проверить, является ли данный компьютер в данный момент онлайн. Повторяюсь, это чисто небольшая ремарка, это не имеет никакого отношения к антифрод-системам, потому что если вы совершаете какое-то действие, значит вы уже априори онлайн. Следующий пункт, пункт 1.7, это проверка вас на принадлежность к прокси, VPN или Тору. Проверка эта происходит как по вашему IP-адресу, относится ли он к каким-либо хостинг-провайдерам, принадлежит ли он к выходным узлам Тора или имеет он какие-либо специфические открытые порты или отпечатки. Я бы рекомендовал вам, для тех, кто хочет изучить этот момент, чуть ниже на слайде вы можете увидеть адрес антифрод-системы, абсолютно бесплатный, в который вы можете зарегистрироваться и проверять свой IP-адрес на предмет принадлежности к Тору. В данном случае вы видите, что при использовании IP-адреса с хостинга DigitalOcean, который является VPN, у меня происходит детект и прокси, и VPN, в то время как Тор остается неактивным. На прокси и VPN очень часто обращают внимание антифрод-системы, особенно если мы говорим о таких крупных антифрод-системах, которые Google, Amazon, PayPal и так далее. Следующий момент. Пункт 1.8. Система 9 глаз. Что это такое? Довольно-таки малораспространенная в Украине система, она здесь вообще фактически не присутствует, и в системах антифрода она встречается всего у одного банка по всей Украине. Система 9 глаз – это модифицированная система 5 глаз, это система слежения за пользователями, в которую входят различные страны, такие как Нидерланды, Англия, Австралия и так далее. Но в чем суть этой системы? Вам абсолютно не нужно знать ее устройство, оно вам ничем не поможет, никак. Оно вам не даст никаких практических знаний. Но посмотрите, пожалуйста, на разницу в экране. На верхнюю часть экрана и на нижнюю часть экрана. В верхней части экрана у нас Украина. Украина – город Харьков, и смотрим мы на пункт «Country Risk». Как вы видите, «Country Risk» для Украины является максимальным, максимально возможным. И точно так же, если вы будете использовать IP-адреса, например, Белоруссии, России, Казахстана, в общем, все территории бывшего постсоветского пространства, или же IP-адреса Азии, шансы на то, что у вас что-нибудь получится против этой антифрод-системы, и что она не посчитает вас мошенником, они стремятся к нулю. В то же время, как на нижней части экрана, несмотря на то, что это является VPN, у нас IP-адрес Нидерланд. Итак, в то же время, когда мы с вами используем VPN, который находится в Нидерландах, вероятность, точнее не вероятность, прошу прощения, сбили немного, «Country Risk», то есть показатель доверия к стране, в которой находится IP-адрес, находится намного меньше. То есть всего-навсего один пункт из трех. И это правило, оно работает со всеми антифрод-системами, со всеми крупными антифрод-системами, с которыми вы можете работать. Итак, как я вам и говорил, при работе с крупными антифрод-системами, то же самое Google, Amazon, PayPal, с кем бы вы ни работали, совершая самые обычные платежи, самые обычные покупки, если вы будете совершать их из Украины, у вас есть очень большой шанс того, что вас заблокируют, просто-напросто потому, что вы из Украины. И все. Просто потому, что вы не входите в эту систему 9 глаз, потому что доверия к вам нет. И это накладывает определенные, опять же, ограничения. Идем дальше. Следующий пункт. Следующий пункт не имеет отношения тоже к антифрод-системам, но говоря об IP-адресе, я не мог о нем упомянуть. По любому IP-адресу вы можете узнать, что какая загрузка торрента проходила с этого IP-адреса. Расскажу вам так, что эту, скажем так, проверку я не рекомендую вам производить на ваших близких, друзьях и родственниках, потому что вы можете узнать очень интимные вещи, которые они качают. И поверьте, с моими учениками это случалось довольно часто. Сайт, который вы видите внизу, вы можете там вбить любой IP-шник и узнать, какую информацию непосредственно пользователь скачивает с торрент-сетей. Но опять же, это не будет являться тем ключевым фактором к вашей блокировке. Даже если вы целыми днями смотрите порно, системы вас не забанят. Они наоборот вам что-нибудь предложат и попытаются на вас наварить денег. Самым ключевым моментом на данный момент при проверке IP-адреса является следующий пункт. Пункт АСН. Раньше эта система называлась БГП, Border Gateway Protocol. Что это такое, своими словами? Представьте себе, что есть какая-либо территориальная или административная область. На этой области есть юрлицо, которое говорит, я хочу продавать пользователям IP-адреса, я хочу давать им эти IP-адреса, я хочу быть интернет-провайдером. Что необходимо сделать этому юрлицу? Это юрлицо заключает договор с компанией Ripe, которая является как бы создателем IP-адресов. И система Ripe, компания Ripe, она предоставляет этому юрлицу определенную автономную сеть со своим уникальным индексом. В данном случае этот индекс на моей сети является 140,61. Какую информацию мы можем из этого извлечь? Никакую, абсолютно. Объясняю вам почему. Потому что по этому числу вы ничего не узнаете. Вы узнаете немного больше, если проверите уже детальную информацию по данной автономной сети, по сети ASN. Представьте себе, вот у вас сейчас на экране есть скриншот. Автономная сеть номер 140,61, которая принадлежит компании Digital Ocean, которая находится в Соединенных Штатах, было выдано под компанией Ripe, компанией Arin, 25 сентября 2012 года. Было ей выдано 1,115,648 IP-адресов. Как эта информация поможет? Никак, абсолютно. Это бесполезная информация для пользователя. Но, если вы обратите внимание на правую часть экрана, мы можем увидеть статистическую информацию о хост-использовании данных IP-адресов. Мы видим, что на 1,115,648 IP-адресах было зарегистрировано 1,179,086 доменов. К чему это приводит? Дело в том, что проверка единичного IP-адреса не является в данный момент приоритетной. Потому что ваш IP-адрес можно отбелить. Можно изменить его DNS, можно изменить его ПТР, можно с ним сделать практически все, что угодно. Вы можете его отбелить, но вы не сможете простыми средствами отбелить всю вашу сеть. Иными словами, система антифрода, когда они вас проверяют, они проверяют не только вас, они проверяют всю сеть, в которой вы находитесь. Они проверяют ваших соседей. Иными словами, если вот этот человек, например, является абсолютно белым и пушистым, но сидит он, например, в компании каких-либо мошенников, которые являются его соседями, вы сами понимаете, какое мнение может сложиться об этом человеке. Приведу пример сравнением, раз уж мы сравниваем Харьков и Нидерланды. Вот, к примеру, Харьковский АСН. Автономная сеть номер 13188 было выдано в Украине компанией Ripe 27 апреля 2000 года. Было выделено 408 064 IP-адреса, из которых всего-навсего 1475 IP-адресов являются зарегистрированы доменами. 0 IP-адресов принадлежат доменам для взрослых, 164 DNS-сервера, 155 IP-адресов попали в спам-лист и 630 почтовых. То есть все это в совокупности не будет являть даже 1% от общей массы. Здесь посмотрите результат. То есть больше, чем 100% зарегистрированных ресурсов. Это мы даже не берем почтовые сервера. И здесь домашняя сеть. Меньше 1%. Как происходит проверка по АСН? Когда вы работаете, может быть, есть кто работает с рекламой, Google, например, или кто совершает какие-либо транзакции через сеть PayPal. Вас не будут проверять таким образом каждый раз. То есть не будет, когда вы совершаете какое-то действие, не будет проверяться вот эта хостинг-информация, никто у вас не будет этого смотреть. Есть просто-напросто блэк-листы. АСН сетей в мире, хоть Википедия и говорит нам, что всего-навсего 75 тысяч, их уже более 500 тысяч АСН сетей. И просто-напросто, если вы входите в блэк-лист АСН сети, вам дают отказ. Все. Вы плохой. Вас неинтересно. Вы неинтересны. Вы потенциальный мошенник. В принципе, если мы с вами разберем IP-адрес, это как бы основная информация и основное все. Но IP-адрес никогда не будет являться вашим ключом к победе. Он может являться вашим якорем, который потянет вас на дно, но не будет являться ключом к победе. Каким бы чистым не был ваш IP-адрес, он не позволит вам работать, если у вас не работают остальные параметры. Параметр избитый. Второй – это последний избитый параметр на сегодня, который мы рассмотрим. Но не последний, конечно же, в общем ключе. Кукисы. Кукисы, печеньки. Все наверняка уже даже домохозяйки научились очищать кукисы. Все прекрасно знают, что это такое. Веб-кукисы. Те, с которыми, самые старые, с которыми мы с вами работаем, зашли в историю браузера, нажали очистить кукисы. Все. Вы эту угрозу побороли. Система вас идентифицировать не может. В принципе, все хорошо. Но, конечно же, антифрод-системы на этом не остановились. Им нужно узнать информацию о вас. Вы им интересны. Они хотят себя защитить. И они хотят защитить свой кошелек. Поэтому была придумана вторая технология. Технология LSO cookies или Local Shared Objects. Эта технология относится чисто к флэшу. Поскольку флэш сейчас умирает, он уже фактически не является интересным. Точно так же, как третья технология. Silverlight cookies, которая преимущественно используется на рынке США. Для просмотра фильмов, для защиты и так далее. Но есть еще две интересные технологии, которые сочетают в себе преимущества предыдущих, но добавляют еще и свои. Технология Evercookies. Технология Evercookies – это, скажем так, persistent cookies, отказоустойчивые куки, постоянные куки. Это технология, которая в себе собирает все предыдущие три. Иными словами, если веб-кукисы у вас хранятся в одной всего-навсего папке, то когда вы используете Evercookies, у вас используются все ресурсы, в которые можно сохранить куки-файл. И не просто используются эти ресурсы, а они еще себя защищают. Если вы захотите удалить какую-нибудь из частей этих куки-файлов, они себя сами восстановят из резервных копий, из сохранившихся копий. Но у технологии Evercookies есть очень большой недостаток. Точно такой же, как у всех остальных. Вы эти технологии можете побороть очень просто, просто-напросто включив в браузере режим инкогнито. Все, вы их побороли. Конечно же, антифрод-системы не захотят, чтобы вы их, скажем так, обманули и украли у них деньги, как они считают. Потому что, повторяюсь, в глазах систем антифрода каждый из вас является потенциальным мошенником, даже если он священник или кто-либо еще. И пришла на эту смену новая технология, технология UberCookie. Технология UberCookie, она не позволяет себя просто так очистить. Объясняю почему. Потому что она просто не хранится на вашем ПК. Ее просто нет. Нет никакого файла, в отличие от всех предыдущих, который остается на вашем ПК. Как выглядит технология UberCookie? Вот примерно таким образом. Вы можете посетить страницу теста, опять же. Из чего эта технология состоит? Эта технология, по моему мнению, ошибочно названа UberCookie, потому что она состоит из двух параметров. Первый параметр – это аудиоотпечаток вашего компьютера. Вторая технология – это так называемый, можно сказать, отпечаток блоков, отпечаток блочных границ. Что это такое и как это подменять, мы с вами перейдем. Вы можете, каждый из вас может проверить. Откройте режим инкогнито, откройте обычный режим, посетите этот сайт, очищайте куки, пользуйтесь каким-либо софтом, у вас ничего не получится. Вы не сможете ее обойти простыми методами. Перейдем дальше. Как, собственно говоря, нам их обойти? Первые четыре технологии, я даже не стану рассматривать, как их обходить. Это очень просто. Либо использовать инкогнито мод, либо просто отключить куки, либо использовать виртуальную машину. Каждый раз новая виртуалка, у вас новые кукисы и все. Но технология UberCookie, про которую я вам говорил раньше, она позволяет себя подменить просто-напросто используя Zoom. То есть вы увеличили масштаб страницы, у вас куки поменялись. И вы, как обычный человек, обошли одну из самых лучших систем защиты антифрод-компании. Либо же, есть второй момент. У вас при использовании Zoom есть определенный набор масштабов, которые вы можете использовать. И этот набор ограничен. Вы не сможете его увеличить. Поэтому, для того, чтобы полностью подменить UberCookie, вам необходимо будет использовать изменение аудиоотпечатка. Что это такое и как он формируется, мы с вами узнаем чуть позже. Итак, с куки мы закончили. Следующая технология, про которую уже тоже наверняка все знают, технология WebRTC. Технология WebRTC – это, простыми словами, возможность мне позвонить из интернет-эксплорера кому-нибудь в оперу и передать голос, передать звук, передать видео, например. То есть, если мы пользуемся социальными сетями, если мы хотим общаться в социальных сетях с помощью видео или голоса, у нас по умолчанию используется технология WebRTC. Была впервые она внедрена в браузеры еще в далеком 2011 году и была она внедрена с хорошей целью. Действительно, помочь пользователям нормально использовать средства коммуникации с помощью сайтов. Но в этой технологии есть еще и свой минус. Дело в том, что данная технология позволяет обойти VPN, SSH-туннели или прокси. Она всегда позволит выдать ваш реальный IP-адрес. Каким образом? Сейчас перейдем дальше. Каким образом она это позволяет сделать? Дело в том, что у вас есть ваше сетевое соединение, ваше реальное сетевое соединение. И есть соединение на ваше, например, если вы подключили VPN. Из этих двух сетевых соединений система WebRTC одно соединение присвоит вам как публичный ваш IP-адрес, другое присвоит как внутренний. То есть, опять же, если вы не будете скрывать ваш WebRTC и будете использовать средства анонимизации прокси, VPN, SSH, ваш реальный IP-адрес будет виден всегда. Как это скрыть? Через один слайд. В технологии WebRTC, когда она только появилась, фактически кроме IP-адреса не было больше ничего. Никак вас по-другому нельзя было идентифицировать. Иными словами, если вы запретили технологию WebRTC, например, ее отключили, ну, ваш реальный IP-шник не узнают, но антифрод-системы к этому отнесутся очень плохо. Но сейчас технология WebRTC немного развилась. Немного развилась она каким образом? Дело в том, что вы являетесь уязвимыми к тому, что ваши средства ввода информации, иными словами, микрофон, ваша веб-камера, они имеют свои уникальные ID-шники. И по этим уникальным номерам точно так же есть возможность вас идентифицировать. Потому что смену этих номеров фактически не предоставляет ни браузер, никакой, никакой либо из дополнительных плагинов. Вы можете просто либо отключить WebRTC полностью, либо же каким-либо образом поменять эти ID. Каким образом поменять ID? Опять же, немного позже. Мы сейчас с вами сначала рассматриваем все в общем, а потом уже перейдем действительно непосредственно к схемам борьбы над ними. Как подменить WebRTC? Как побороть WebRTC? Первый вариант это отключить WebRTC полностью. Чем он чреват? История точно такая же, как и история с кукисами. Обычному пользователю нет никакого смысла отключать куки-файлы, потому что это удобно. И даже сайты не будут вас пускать, если у вас будут отключены куки-файлы. Потому что обычному пользователю это не нужно. Это нужно мошеннику. Точно так же такая же история и с WebRTC. Если вы вручную отключите WebRTC, как это сделать на примере браузера Mozilla, вы видите в пункте 3.1, то есть необходимо перейти на вкладку About Config, найти параметр Media Peer Connection Enabled и изменить этот логический параметр в режим False. Всего-напросто. Но системы антифрода будут относиться к вам как минимум с подозрением, как максимум, они просто не захотят в дальнейшем с вами сотрудничать. Потому что обычному пользователю отключать WebRTC не имеет никакого смысла и он не знает, как это сделать. Пункт номер 3.2. Как вы видите, здесь почему-то отсутствует ссылка, потому что несколько вариантов презентации было перед началом. Произвести подмену с помощью сторонних расширений для Mozilla Firefox. На скрине, который был изначально, сейчас я вам перемотаю, внутри архива патч Firefox уже находится небольшое расширение, собственно говоря, для которого мы с вами и производили патч нашего Firefox. С помощью этого расширения, когда вы установите его в свой браузер, у вас будет происходить полная подмена вашего WebRTC. Какой бы IP-адрес вы не назначили, либо с помощью опять же внутренних прокси Mozilla, либо с помощью VPN, либо с помощью SSH, ваш IP-адрес будет подменен. Это расширение не является официальным, поэтому Mozilla не разрешает его устанавливать. Для того, чтобы его установить, вам необходим патч. Переходим дальше. Следующий наш вариант подмены WebRTC очень простой. Он не нуждается в установке какого-либо дополнительного программного обеспечения, либо установки дополнительных плакинов. Вам необходимо просто использовать виртуальную машину. Вы внутри виртуальной машины открываете браузер. Что это такое виртуальная машина, я думаю, вы уже знаете. Вы внутри виртуальной машины открываете браузер, а средства для изменения IP-адреса вы открываете на вашей хост-машине. Все. Вы как бы побороли эту угрозу, вы побороли в WebRTC. Но, опять же, вы побороли только всего-напросто IP-адрес, но никак не уникальные идентификаторы устройств, о которых мы с вами говорили ранее. Идем дальше. Следующий отпечаток тоже довольно известный уже, но менее чем в WebRTC. Самый стандартный отпечаток канваса. Что это такое? Отпечаток канваса это технология, которая позволяет показать пользователю, браузеру пользователя шрифты с наложенными на эти шрифты эффектами. После чего браузер пользователя, это PNG-изображение, после чего браузер пользователя автоматически переводит это изображение в двоичный код и дальше в HashBase64. И на выходе мы получаем огромное-огромное длинное число, которое разные сайты, разные сайты-чекеры преобразуют в свой уникальный идентификатор, который вы можете видеть здесь под названием Your Fingerprint Signature. Отпечаток канваса, иными словами, его можно назвать как бы отпечаток обработки 2D-графики. Проверку этого отпечатка вы можете пройти по ссылке ниже. Отпечаток канваса широко используется. Сейчас нет ни одной крупной антифрод-системы, которая бы не использовала этот отпечаток. Его процент уникальности позволяет с вероятностью 80% узнать пользователя. Опять же, как я говорил ранее, параметров, которые 100% вас идентифицируют, их практически нет. И все они работают в совокупности. Поэтому система собирает с вашего ПК ни одно данное, ни два, не 10, а сотни. Например, у Гугла количество параметров, которые он собирает с вашего ПК, колеблется от 500 до 700 в зависимости от сервиса, который вы используете внутри Гугла. Есть варианты подменить канвас. Как его можно подменить? Подмена канваса происходит с помощью установки, опять же, через официальный магазин Мозилы расширений. Различных расширений, таких как канвас-дефендер, канвас-блокер и так далее. Но большинство из них приводят к той ошибке, которую я вам сейчас показываю. Иными словами, будет видно, что вы являетесь мошенником, вы хотите что-то изменить, и вы производите подмену этого канваса. Каким образом происходит подмена канваса? Какое-либо расширение для браузера асинхронно при работе с веб-ресурсом изменяет обработку этого изображения. Все. И в зависимости от тех изменений, потому что эти расширения не являются продуктами, скажем так, высокоинтеллектуальными, по сигнатурам подмены этих расширений можно узнать, что вы используете подмену канваса. И опять же, этот параметр приведет к тому, что у вас будут проблемы. Это в лучшем случае, в худшем случае вас сразу же забанят без каких-либо дополнительных разбирательств. Как можно побороть отпечаток канваса? Побороть его, как и Evercookie, как и WebRTC довольно просто. Первый вариант это просто изменить железо, изменить драйвера, поменять ПК. Либо же второй вариант использования самых стандартных задокументированных возможностей Mozilla. Просто измените шрифт. Изменение шрифта приведет к изменению отпечатка канваса. И все. То есть таким образом раньше мы с вами Evercookie суперсистему побороли тем, что увеличили масштаб страницы, здесь мы просто с вами поменяли шрифт. Это уже приводит к изменению вашего отпечатка канваса. Но, как я говорил, вот здесь на пункте 4.3 есть список из расширений, которые используются для подмены отпечатка канваса. Я не зря выделил здесь пункт 4.3.2. Версия данного программного обеспечения Canvas Defender версии 1.07 позволяет вам избежать ошибки по идентификации подмены отпечатка канваса. Дальше. Зачем оно вам вообще нужно? Зачем оно вам вообще нужно и стоит ли это подменять? Дело в том, что вы никогда не сможете быть уверены в том, что вы действительно с помощью какого-либо левого расширения произвели действительно реальную подмену. Потому что механизмы анализа системы, например, вот этого сайта чекера, который вы можете видеть внизу, они одни. Механизмы анализа гугла они совершенно другие. И поэтому использование каких-либо дополнительных расширений никогда не даст вам гарантии, что вы действительно сможете ваш отпечаток подменить и что вы действительно можете эту систему антифрода обмануть. Немного дальше пойдем. Как подменить правильно, опять же, чуть-чуть позже еще. Ну, либо же используйте шрифты. Следующий наш отпечаток это отпечаток веб-джиэль. Если наш отпечаток канваса является обработчиком 2D графики, то отпечаток веб-джиэль является обработчиком якобы 3D графики. Треугольник, который вы видите сейчас, это типа 3D графика. Что он вам позволяет, что можно узнать по этому треугольнику, что сайты могут о вас узнать? Производителя вашей видеокарты и два хэша, которые вы можете видеть над треугольником. Первый хэш, так называемый репорт хэш, это не является, скажем так, критическим идентификатором, это хэш для отчета. Просто-напросто для отчета. И использоваться в каких-либо системах антифрода он никогда не будет. Второй же WebGL Image хэш. Это как раз является тем самым отпечатком WebGL, который вам необходимо будет подменять. Как я и говорил ранее, помимо этих двух хэшей, есть возможность еще и узнать модель вашей видеокарты. Тест находится внизу ссылки. Помимо хэшей, помимо вашей видеокарты, есть возможность еще узнать и уникальные возможности обработки вами 3D-графики. И уникальные возможности обработки 3D-графики будут абсолютно разными на устройствах MacOS, на устройствах компании Apple, прошу прощения, на мобильных устройствах или же на обычных стационарных ПК или каких-либо планшетах. Эти параметры, они не несут в себе каких-либо уникальных идентификаторов, но они, как я и говорил ранее, работают в совокупности. То есть детальный анализ этих параметров, они все не влезли, к сожалению, на данный скриншот, кому интересно, посмотрите по ссылке. Детальный анализ данных параметров, он позволяет узнать, действительно ли вы используете мобильное устройство, действительно ли вы используете стационарный компьютер или устройство компании Apple. Как вам можно подменить ваш WebGL? Подменить WebGL, как я и говорил ранее, у вас получится только репорт хэш стандартными средствами. Стандартные средства вшиты уже в Mozilla, и для того, чтобы вам подменить ваш хэш, вам необходимо произвести изменение трех строк. Первого логического параметра и двух строчных параметров. В строчных параметрах Vendor String Override вы используете подмену производителя вашей видеокарты, в параметре Renderer String Override вы используете подмену непосредственно модели вашей видеокарты и обработчика Direct3D. Вот результат того, как вы можете самыми стандартными средствами Mozilla произвести эту замену. Фактически на этом можно было бы и закончить. В общем, но дело в том, что кому вообще эта информация будет интересна. На том моменте, на котором мы сейчас с вами остановились, у нас еще очень много информации дальше, на том моменте, на котором мы с вами остановились, вы уже можете обойти порядка 80% различных антифрод-систем. И возвращаясь к первому вопросу, кому это может быть выгодно, кому это нужно? Спецслужбам это может быть интересно для того, чтобы уникализировать пользователя, для того, чтобы узнать больше информации об этом пользователе, просто его узнать. Если, например, мы берем, скажем так, ну я назову эту сферу бонус-хантингом, то здесь возможности у мошенников раскрываются. Раскрываются очень серьезно. Приведу вам пример. Каким образом люди делают деньги на подмене этих отпечатков? Например, Форекс. Все знают, что такое Форекс, все знают, что это, ну может быть, кто-нибудь из вас работал с Форексом, но для того, чтобы заработать на Форексе, нужно много-много денег вложить и нужно еще много-много-много знаний. Как люди зарабатывают на том же самом Форексе при помощи при помощи подмены данных отпечатков. Есть, к примеру, Форекс-биржа. У этой Форекс-биржи есть бонусы. Бонусы за что? Бонусы, например, за пополнение аккаунта. Иными словами, если вы первый раз пришли на эту биржу и, к примеру, пополнили свой аккаунт на 500 долларов, вам дают еще 200 долларов бонуса. Но вы их не можете снять, потому что это не благотворительная биржа, она не хочет вам помогать, она хочет на вас заработать. Она вам дала эти 200 долларов бонуса на игру. Что вы делаете? Вы ничего не делаете, вы продолжаете играть. Что сделает мошенник? Мошенник создаст еще один аккаунт, где представится совершенно новой личностью, пополнит второй аккаунт еще, например, на 500 долларов и получит там еще 200 долларов бонуса. Что у него получилось? В одном аккаунте у него 500 долларов он внес и 200 долларов бонуса. И в другом аккаунте 500 долларов и 200 долларов бонуса. Ему теперь необходимо как-то извлечь из этого. Каким образом он может ее извлечь? Он может ее извлечь с помощью так называемой простой процедуры хеджирования. Иными словами, он выбирает валюту. Например, это будет японская иена. Один из этих аккаунтов он ставит на повышение валюты, второй ставит на понижение. И в любом случае он выиграет. Как ни крути. И что он получит в результате? В результате с одного аккаунта 700 долларов окажутся на другом аккаунте. Первый будет 0, второй будет 1400. Со второго аккаунта он сможет вывести 1200 долларов из 1400. Потому что 200 долларов на том аккаунте ему дали на игру. А 200 долларов он забрал с другого аккаунта и на этом заработал. Это один из примеров. Если мы пойдем копнем чуть дальше, например, как происходит заработок не на том же Форексе, на букмекерских конторах. Он абсолютно идентичен. Абсолютно идентичен. Та же самая процедура, когда вы регистрируетесь первый раз на иностранных букмекерских компаниях, вам дают определенный бонус. Например, это размер 10 долларов, 20 долларов и так далее на игру. Точно так же мошенник делает серию аккаунтов. В результате бонусные деньги он ставит на определенный спортивный результат. После этого мошенник работает беспроигрышно. Он выиграет всегда. Абсолютно. Если мы с вами разберем тот же самый Google, то того, что мы с вами разобрали, вот эти пять пунктов, этого бы вполне хватало до 2014 года для того, чтобы безопасно работать на Google. Каким образом мошенники зарабатывают на Google? В Google есть тематики, которые запрещено рекламировать. То есть увеличение груди, увеличение половых органов, какие-то биодобавки и так далее. Их нельзя продвигать. Google это запрещает. Но это темы, которые приносят колоссальные деньги. Поэтому что делает мошенник? Он создает огромное количество аккаунтов. С помощью этих технологий обходит систему антифрода Google. И дальше, после того, как он зарегистрировал эти аккаунты, он регистрирует, создает рекламную компанию, в которой он выдает абсолютно белый сайт для проверки Google, для прохождения модерации. После того, как он прошел эту модерацию, он делает с этого сайта редирект на уже сайт продающий. Таким образом, благодаря тому, что у него огромное количество аккаунтов, он абсолютно не боится бана, он может очень хорошо на этом заработать. И это схема, которая приносит на данный момент даже одному человеку вполне по силам в день зарабатывать 10-15 тысяч долларов, даже, что называется, я извиняюсь, в одно лицо. Но перейдем дальше. Как я и говорил, так было до 2014 года. Сейчас системы идентификации немного дополнились. Немного дополнились, потому что они постоянно развиваются. Всегда есть с левой стороны мошенник, с правой стороны система защиты. Следующий отпечаток, к которому мы с вами перейдем, это отпечаток шрифтов. Довольно простая тема, довольно давно она уже известна, но, тем не менее, в том же самом Google появилась она с 2014 года. С помощью отпечатка шрифтов есть возможность идентифицировать количество шрифтов, установленных на вашем ПК. Когда вы устанавливаете какой-либо софт, у вас устанавливаются шрифты. Когда вы производите изменения операционной системы, у вас устанавливаются шрифты. Это позволяет вас идентифицировать. Точно так же не является критичным, но в совокупности будет являться одним из ваших идентификаторов. Ссылка для проверки внизу страницы. Как побороть этот отпечаток? Точно так же, как и отпечаток UberCookie. Увеличьте размер страницы. Все. У вас изменится отпечаток ваших шрифтов. Либо же измените шрифты вручную. Добавьте шрифты вручную, удалите шрифты вручную. Либо, как мы с вами меняли отпечаток канваса без каких-либо дополнительных средств, используйте изменение шрифтов. В данном случае вам необходимо будет выбрать шрифты для набора символов латиницы, изменить шрифт с засечками и обязательно убрать галочку разрешить веб-сайтам использовать свои шрифты вместо установленных выше. Таким образом вы сможете побороть отпечаток шрифтов и совершенно спокойно работать дальше. И быть уверенным в том, что система антифрода, временно быть уверенным опять же, что система антифрода не сможет вас идентифицировать. Но если мы возьмем чуть позже еще временные рамки 2015 год, была внедрена немного другая система. Это система проверки аудио отпечатка. Что это за аудио отпечаток? У каждого из вас есть какое-либо устройство воспроизведения на вашем ПК. То есть это либо колонки, либо наушники, либо что-либо еще. Но это устройство установлено у вас в системе по умолчанию. И это устройство имеет свой тоже уникальный отпечаток. Этот уникальный отпечаток состоит из трех частей. Первая часть это настройки. Вы можете опять же перейти по ссылке, которую видите внизу экрана и проверить. Сайт всегда увидит настройки вашего аудио устройства, установленного по умолчанию. Увидит его битрейт, увидит его частоту, увидит количество каналов. В зависимости от этих настроек формируется вот такого рода отпечаток. Вот это и будет являться вашим отпечатком аудио. В данный момент отпечаток аудио используется на всех крупных антифрод-системах, которые я уже перечислял ранее. Но у него есть еще одна вещь, которая не позволяет, скажем так, не позволяет пользователю работать нормально. Фактически, как можно изменить аудио отпечаток? Изменив настройки аудио ваши. Все. Все подмены, они практически очень простые. Просто изменили настройки своей системы, к чему мы перейдем чуть дальше, и у вас этот отпечаток уже поменялся. Но есть, вот сейчас, кстати, по поводу подмены, каждый из вас может просто-напросто установить, это как один из вариантов, который я предлагаю, программное обеспечение Virtual Audio Cable. В нем это программное обеспечение создаст вам виртуальное устройство, виртуальное устройство воспроизведения. И в этом виртуальном устройстве воспроизведения вы уже сможете изменить, качество не сильно хорошее, я думаю, на экране. Установив это устройство по умолчанию, вы можете изменить его настройки, и вместе с этими настройками будет изменен и ваш отпечаток аудио. Фактически на этом можно было бы и закончить с отпечатком аудио, но не совсем. Есть еще такая вещь, составляющая этого отпечатка аудио, которая называется движок браузера. Наверняка многие из вас, кто пытался себя каким-либо образом анонимизировать или сделать еще что-нибудь, сталкивались с подменой юзер-агента. То есть с подменой операционной системы, с подменой браузера и так далее. Но на самом деле никакие расширения для браузера, никакие либо другие средства ни к чему хорошему вас не приведут. Объясняю по какой причине. Дело в том, что все расширения для браузеров, которые вы можете найти, с помощью которых вы можете создать видимость того, что вы сидите вместо Windows на Linux, вместо Chrome используете Firefox и так далее, они ни к чему не приведут по той простой причине, потому что есть отпечаток движка вашего браузера, который вы, извините, изменить не сможете. Иными словами, как только вы попытаетесь сделать вид, что как только вы попытаетесь скрыться, система антифрода все равно вас увидит, как бы вы ни старались. Потому что движок вашего браузера и в данном случае отпечаток движка вашего браузера простыми средствами вы изменить не сможете. Ну, опять же, к браузеру чуть-чуть позже перейдем. Следующий параметр, который, опять же, полностью на корню убивает какие-либо возможности подмены юзер-агента, это параметр подпись браузера. Параметр подпись браузера будет уникально для всех браузеров на последнем движке платформы Firefox, для Chrome, для Safari, для Opera, для Internet Explorer. В данном случае эта подпись выделена сейчас на сайте красным квадратом. Что приведет, к чему вас это приведет? Как я говорил ранее, все, что вы будете пытаться сделать при подмене своей операционной системы или браузера, это будет абсолютно бесполезно. Если, например, отпечаток движка браузера и подпись браузера, они непосредственно влияют на сам браузер, то дальше, вот смотрите, например, где здесь у нас движок браузера. Движок браузера у нас идет здесь под параметром engine, например, движок хрома WebKit. И для всех хромов последних, для всех версий этого движка будет отпечаток абсолютно одинаковый. Дальше. Следующий параметр, который является важным только для Mozilla, его нет ни в хроме, ни в опере, ни в интернет-эксплорере. Это параметр mos.os.version. mos.os.version позволяет через таблицы стилей узнать вашу операционную систему. У этого параметра не так много значений, всего-навсего Windows 10, Windows 8, Windows 7. Но все равно, если уж мы с вами решили строить весь антидетект на платформе браузера Mozilla, то с помощью данной технологии есть возможность определить ту операционную систему, которую вы используете. И, соответственно, какие-либо подмены на Linux, Unix и прочее-прочее будут бесполезны. В совокупности с прошлыми нашими отпечатками, с отпечатком движка браузера и с отпечатком подписи нашего браузера, все ваши действия будут абсолютно бесполезны и приведут только лишь к тому, что логическая часть системы антифрода, проанализируя ваши параметры, она приведет вас к бану, ограничению ваших прав или к полной блокировке вашего аккаунта. Следующий параметр, который является тоже только в Mozilla, это утечка ресурсов. Любой сайт, любой ресурс может обратиться к внутренним ресурсам вашего Firefox и узнать, опять же, информацию о вашей операционной системе, ваш язык, является ли ваша сборка браузера официальной и, самое главное, каким образом может вас идентифицировать, это по хэшам, по уникальным контрольным суммам, которые присущи только вашей версии браузера. Соответственно, здесь, что называется, еще раз спалились. Как это можно изменить? Если, например, изменение движка браузера и подписи браузера мы чуть-чуть позже рассмотрим, то изменение утечки ресурсов, оно фактически фиксится довольно легко. Вам необходимо просто скачать из официального магазина Mozilla приложение, которое называется No Resource UriLeak, которое позволяет вам заблокировать утечку ресурсов, и таким образом система не будет их видеть. Но как к этому отнесется система, как система отнесется к тому, что у вас ресурсы заблокированы, хотя должны быть открыты. Хотя, если вы все равно по подписи движка браузера и по движку браузера, по отпечатку движка браузера, все равно используйте Firefox. Чуть позже. Следующий наш отпечаток, отпечаток называется client-tracked. Это отпечаток, как я говорил ранее, можно так назвать его, вульгарный отпечаток блочных границ. Иными словами, любой элемент, который находится на веб-странице, он находится в определенном прямоугольнике, в определенном блоке. И при отображении этого блока у пользователя, опять же, мы возвращаемся к обработке этого блока. То есть, как ваш браузер обработает этот блок, такое значение будет и видно в качестве хэша, как идентификатора данного отпечатка. Как произвести подмену? Client-tracked. Точно так же, как и раньше мы с вами говорили. Использовать либо зуммирование, либо изменение шрифтов. Точно так же, как с Canvas, так же, как и с Evercookies и с другими параметрами. Но это не является, опять же, настолько критичным, потому что эти возможности, они встроены в Mozilla, уже есть. Они не задокументированы, о них мало кто знает, но вы каждый из них можете их использовать. Есть еще отпечаток, о котором известно довольно-таки мало. Это отпечаток мышки. Дело в том, что ваша мышка, она тоже является идентификатором. И используете ли вы touchpad, или же вы используете обычную мышку, это будет известно. Используете ли вы скроллинг, это будет тоже известно. Какие настройки скроллинга и какова чувствительность, вы тоже будете по этому параметру идентифицируемы. Нельзя по этому параметру заблокировать вас полностью. В совокупности с остальными параметрами, это будет являться вашим уникальным отпечатком. Пункт тринадцатый. Это ваше железо. Какие параметры вашего железа может увидеть браузер? Какие параметры вашего железа, точнее, может увидеть веб-страница? Первый параметр – это разрешение экрана. Абсолютно в большинстве случаев глупый параметр, который ни у кого не возникает, не вызывает никакого интереса. На самом деле это один из ключевых параметров по детекту виртуальных машин. Иными словами, когда пользователь создает виртуальную машину с нестандартным каким-либо расширением экрана, либо же при работе с тем же самым Google или PayPal использует разрешение экрана 3х4, формата 3х4, а не 16.9, у пользователя возникнут проблемы. И система будет подозревать его в том, что он использует виртуальную машину. Также с помощью WebGL можно произвести идентификацию количества мониторов. Один монитор у вас, два, три и так далее. Не совсем важный параметр, потому что у большинства пользователей монитор всего один. Следующее. Видеокарта. С видеокартой мы с вами уже имели дело, когда общались по поводу WebGL. Сайты могут видеть вашу видеокарту. Пункт 13.4. Количество ядер процессора и его тип. Любой сайт может увидеть, сколько ядер в вашем процессоре. И соответственно, это опять же является одним из методов детекта виртуальной машины, потому что одноядерных пока уже практически не существует. Количество, объем оперативной памяти. Здесь, я думаю, все понятно. Сайт может видеть, сколько у вас оперативки. И если это значение нестандартное, опять же, подозрение на использование виртуальной машины. Практически все параметры, которые связаны с железом, они связаны с идентификацией использования виртуальной машины. Далее. Устройство ввода голосовой и видеоинформации. С этим пунктом мы с вами уже общались, когда разбирали выбор TC. Уникальные ID устройств ввода вы тоже можете увидеть. Пункт 13.7. Устройство вывода голосовой и видеоинформации. Аудио отпечаток. Далее. Пункт 13.8. Устройство в сети NAT. Сайты могут просканировать вашу внутреннюю сеть на предмет нахождения там каких-либо других устройств. Следующий пункт 13.9. Тип вашего манипулятора. Тачпад или мышка. Рассматривали, когда обращались к отпечатку мышки. Заряд батареи ноутбука. Пункт 13.10. Да, сайты действительно могут видеть, сколько у вас заряда на вашем ноутбуке. И последний здесь пункт, но я бы назвал его тоже ключевым при работе с мобильными устройствами, при эмуляции работы с мобильными устройствами. Гироскоп. Дело в том, что гироскоп может определить не только ваше, скажем так, положение вашего экрана, горизонтальное или вертикальное оно. Он может также определить, лежит ваш телефон на столе, находится ли он в руках или лежит он в вашем кармане. Таким образом, сайт при идентификации вас как мобильное устройство, если вы захотите представиться мобильным устройством и будете использовать какой-либо из эмуляторов, может увидеть, что вы используете мобильное устройство. Как можно это все побороть? Побороть это можно либо теми же средствами, про которые я говорил, либо в самом начале я давал ссылку еще на один браузер. Еще на один браузер, как я и сказал, это неофициальная разработка. Эта разработка ведется мной и моей командой. Она полностью бесплатная, полный open source. В ней реализована подмена и подписи браузера, и движка браузера, и всех остальных параметров, которые вам могут пригодиться в работе. Плюс, поскольку эта сборка является полным open source, каждый из вас может ее изменить так, как ему захочется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова